Всем привет, друзья, с вами Бурбон. Это будет не совсем разговорный ролик, но и в тот же момент не игровой. Тут я постараюсь совместить и то, и другое. Поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чай, вы в принципе всё и сами знаете, и давайте начнём. Начать, наверное, стоит с того, что... Каналу три года. Двадцать пятого января две тысячи пятнадцатого года я залил первое своё видео на этом канале. И хоть сейчас оно уже находится в скрытых, но вы видите сейчас скриншот, и прошло уже более трёх лет. Но данный ролик не будет посвящён такой вот дате и так далее, потому что я подумал, что, ну, к чему это? Я делаю ролики, вам вроде как нравится, не всё, что-то не нравится. Например, многим не нравится то, что я решил отрастить усы и бородку, которая перестала расти, но вот так и осталось стагнировать. Но в дальнейшем я, понятное дело, это сбрею, но не сейчас, поэтому сейчас расскажу историю. Но пока вы ещё не услышали историю о том, как я начал отращивать усы, на втором канале вышел обзор на Бегущего в лабиринте, и фильм получился неоднозначным. В общем, я там всё рассказал в подробностях, в деталях и без спойнеров, поэтому ссылочку в описании переходите. И про лайки тоже не забывайте, как на этом канале, так и на втором. Был конец 2017 года, и мне стало интересно, а как я буду выгназить, если не буду бриться, и я решил это проверить. А после, когда я подумал, что, наверное, не всем понравится то, что я вроде как и не бреюсь, и чё это вообще за дела, и я решил сделать условное обозначение, что вот когда будет 20 тысяч, тогда я и побреюсь. Но на самом деле это было сделано не из-за этого, теперь ты знаешь всё правду. Я понимал, что подписчики растут не очень быстро, и 20 тысяч будет через несколько месяцев. Поэтому и сказал именно эту информацию. И да, когда действительно будет 20 тысяч на канале, я побреюсь, но пока что нет, я сам лично не хочу бриться. Да, я понимаю, что кому-то, возможно, не нравится внешний вид, но в тот же момент вы должны понимать, что автор вот этой растительности, он так захотел, и в принципе, принять это. Вы же смотрите ролики не из-за того, что у меня на лице, а из-за их контента и содержания. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И зачем я начал говорить про то, что каналу 3 года и прочее? Я хотел бы поговорить про сами ролики. Наверное, чтобы вернуть ту атмосферу годовалой давности, я должен сейчас нажимать на клавиатуру примерно вот так вот, чтобы вы это слышали, как на старом микрофоне. Но кто смотрел давно ролики, он знает, о чём сейчас идёт речь. Хоть и не очень часто, но иногда всё же я вижу комментарии наподобие того, что раньше было лучше. Ты скатился. И знаете, я читаю все комментарии. Как минимум, когда выходит ролик, в течение суток я прочитываю все комментарии и отвечаю на них, ибо же, если не дали будет ответа, то просто лайкаю, ибо же пропускаю. И иногда действительно встречаются комментарии, которые пишут, что раньше было лучше. Я копирую никнейм этого пользователя и вставляю его в поиск. То есть на ютубе есть такая функция, где ты можешь вставить его никнейм и посмотреть все сообщения, которые он когда-либо писал. И знаете, как оказывалось, так я делал несколько раз, и в 100%. Кроме этого комментария, человек больше ничего и не писал. И то есть, понимаете, в чём суть? Не было его комментариев под роликами, которые он считал крутыми, что вау, действительно круто, продолжай в том же духе. А когда, по его мнению, я скатился, то всё, значит, вот ты скатился, раньше было лучше. Но, вы знаете, тут тоже нужно искать плюс, если я скатился, то на какой-то момент я поднялся, и вот, ну, это прикольно. Я ещё затрону тему роликов на канале, но сейчас я хотел поговорить про фаму, и то есть, почему я сказал не совсем разговорный, но и не совсем игровой. То есть, мы совместим это всё. Что касается фамы, если мы пропишем фам-меню, то увидим действительно неплохой результат, то есть информация. Мы видим 60-й уровень, репутации, конечно, мало, и членов семьи 193 человека. На самом деле, сегодня утром чуть не слетела наша фама. Я, правда, не знаю, что будет, когда репутация будет на нуле, то есть фама просто исчезнет, или мне вернутся там 3 миллиона, либо ещё что-то, просто как-то непонятно. Но, когда я зашёл сегодня, я увидел, что было репутации, наверное, 100, и то есть, если ещё пару часов я подождал, то, скорее всего, фама бы разлетелась. Донатил я не свои деньги, я написал разработчику Аризоны, сообщил о ситуации, и он накинул мне доната, и этот донат я потратил на репутацию для семьи. И, понятное дело, пройдёт ещё какое-то время, и случится то же самое, поэтому я не знаю, что делать сейчас с семьёй. Понятное дело, полного расформа не будет, просто возможно сделать какие-то ограничения. К примеру, фаму можно уступать только с фамой Бурбон, ибо же её нужно будет поменять в течение некоторого времени, и если ты не меняешь, то тебя увольняют. Или же ещё какие-то, потому что сейчас фаме 193 человека. Я задоначу все сбережения, которые у меня остались, а именно 2600 в репутацию для семьи. То есть, 1000 репутации стоит 700 АЗ монет, у меня их там более 2000. Так, мы купили 1000, давайте ещё пару косарей купим. То есть, вот, я купил 3000, и всё, у меня осталось 500 рублей. Я могу, в принципе, попробовать испытать свою удачу, потому что тут есть такая функция, как... Сейчас бы ещё найти. Вот, Аризона Коинс Рунетка, 100 АЗ монет, но там действительно вероятность не очень-то и большая. Давайте испытаем удачу, я выиграл 33 монеты за 100 коинсов, это, в принципе, не очень-то и выгодно лично для меня, поэтому остановимся на этом. И есть список людей, которые действительно уже давно не заходили в игру, то есть 7 дней и так далее. И я вообще хотел делать чистку, чтобы у Фоми были только активные люди, поэтому я сейчас не знаю. Да, пока что у Фоми всё нормально. Вы видите, что у ней 4000 репутации, и это хватит на несколько недель, но потом всё равно что-то нужно будет делать. То есть, если у вас есть какие-то предложения, что сделать с Фомой, то есть, возможно, поставить лимит на каких-то участников. И сейчас я говорил, и у меня просто гташка крашивается, великолепно. Так вот, если у вас есть какие-то предложения, то вы можете им сказать о них в комментариях, и если там будет что угодно, то так и поступим. Быть может, сделать ограничение по уровню, что у Фому, скажем, с 10 левела, чтобы действительно видеть, что игрок активный, то есть он будет играть и переносить, скажем так, пользу Фомы. И да, в Фоме будет не так много народу, но зато они все будут активными, то есть, не знаю, я буду ждать ваших предложений. И да, хотел бы отметить, что если вы хотите начать игру на новом сервере, то хотел бы предложить вашего внимания. Arizona Roleplay Tucson, тут играю я, отсюда уходить никуда не собираюсь, и вы можете зарегистрироваться там прям после просмотра данного ролика. В описании есть никнейм, который вы можете ввести, и при достижении вами третьего левела, вы пишите мне вконтакте, я возвращаю вам 150 косарей. Также работает промокод Бурбон, при активации которого на третьем левеле вам дается 200 тысяч. Такие дела, поэтому можете регистрироваться тут и играть на одном сервере вместе со мной, если, понятное дело, вы сами этого захотите. И что касается самих роликов, в последнее время я действительно старался делать ролики в разных, скажем так, степенях сампа, если так можно выразиться вообще. То есть я старался делать их разнообразным. Был и веселый контент наподобие предыдущего ролика, там где я разговаривал с некоторыми людьми о гражданах России при рождении и не только. Были ролики, где я рассказывал о новостях различных проектов и брал во внимание не только гигантов, а и более-менее, знаете, хороших серверов. Также были информативные ролики, где я про что-то рассказывал и о чем-то говорил. Были игровые ролики, там где мы с вами чем-то занимались. И это не тот случай, где я на все стулья хочу сесть. Просто я хочу сделать контент максимально разнообразным, чтобы человек не приходил на каналы, то есть видел, так, вот здесь вот он играет, а вот здесь он что делает, так, тоже играет, так, а вот здесь вот тоже летсплей, так, а это что? И это летсплей, ё-моё. Или же наоборот, какие-то разговорные ролики. То есть я стараюсь это чередовать, так как на канале есть и разговорные ролики, и развлекательные, и познавательные, и информационные. То есть разные, хоть они все и по сампу, ну, понятное дело. В этом ролике я хотел бы увидеть отклик от вас. У меня есть немало идей. Это не то видео, где я спрашиваю, а что мне снимать? Просто я не знаю, идеи кончились, всё, деньги уходят, славы не вернуть, подскажи пресс и так далее. Нет, тут другая ситуация. Просто помимо своих идей, я хотел бы узнать, что бы вы хотели видеть на канале. Возможно, такие ролики, где я просто езжу на машинке, о чём-то рассказываю, так как раньше я снимал много похожих видео, где вот именно таких они были более разговорные, ну и, возможно, как-то мы взаимодействуем с геймплеем. То есть не прям вот я озвучиваю всё поверх, как это делаю в последнее время, а именно в прямом времени. То есть сейчас еду и говорю. Возможно, вы хотите видеть чего-то нового, и тогда пишите что. И, пожалуйста, не конкретный формат, который вы увидели на другом канале и хотели, чтобы я снимал то же самое, а хотя бы направленность. То есть какого жанра вы хотели бы видеть видео на канале. И поэтому данное видео я старался сделать таким, какими они были, наверное, с год назад, а быть может и полтора-два. И даже поделаем ещё немножечко вот так вот, потому что я помню, что некоторые люди писали, что твоя клавиатура вызывает просто оргазм у меня. И, ну, окей, клавиатура, конечно, теперь она слышна, но намного тише. Но, быть может, кому-то это и не нравится. Последний вопрос, на который я хотел бы ответить, что касается сборки. Сборка это не моя, так как я в последнее время перестал собирать сборки. Я посмотрел топ-3 сборки Бразерса, которые инкомпани. И мне понравилось самое первое. Я взял её и немножко видоизменил. То есть изменил ей карту, так как, ну, мне больше нравятся квадратные карты. И там был худ маленький, то есть он прям на краю был сделан. Мне такое не особо нравится, поэтому я вернул как было. И там ещё пару модов убрал и добавил до ныне нулей. И такая вот получилась сборка. Она, по сути, очень схожа со стандартной, но есть небольшие различия в виде той же дороги. Также, возможно, вы хотели бы видеть какие-то моды на канале, сборки или ещё что-то. Вот что бы вы хотели посмотреть? Хотя бы жанр, то есть не конкретную идею. Так как я уже спрашивал у некоторых людей про идеи. Там они понакидали. Я выбрал одну. Чуваку я и заплатил, как обещал. То есть там, ну, он довольным остался. И эту идею я ещё не реализовал. Не буду о ней говорить, потому что, ну, если расскажу, то будет неинтересно смотреть, потому что некоторые тоже будут знать и просто не поверят. Это нечто, что-то пранка будет. А просто жанр, какого типа ролики вам было бы интересно смотреть. И мне это действительно важно. На канале сейчас не самые лучшие времена. То есть самым лучшим временем по количеству просмотров, наверное, можно назвать лето 2017 года. Там, где ролики набирали от 5 до 15 тысяч просмотров. Но тогда я делал контент, который быстро заканчивается. То есть там было нечто. Но вот, вот посмотрите на эту сборку. Я не знаю, возможно, я что-то не так сделал. Но, по-моему, так не должно быть. Просто не имеется текстур. Наверное, буду сносить её. И, то есть, ещё и варнинги пошли. Сейчас, наверное, ещё мне крашнет, или кикнет, или игра взорвётся. Не знаю. Но, наверное, буду сборку пересобирать. И что-то ей мешает работать, как вы можете заметить, вот этой вот ситуации. Наверное, буду прощаться, пока меня ещё не крашнуло, не кикнуло. Пишите, ну да, всё, краш произошёл, просто картинка зависла. Большое спасибо за просмотр и сборку, пожалуй, буду удалять и всё такое. С вами был Бурбон, высказывал своё личное мнение. Вы можете сами зайти на Аризону, составить своё, как говорила одна птичка. С вами был Бурбон, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok